Всем привет! Сегодня речь пойдет о самых предприимчивых подростках, которые стали миллионерами. Принц Люфилей. Именно так называют Яна Парухаястка, который в возрасте 15 лет открыл компанию по торговле деликатесами. Начав в 2008 году с первой партии, стоившей ему 150 долларов, два года спустя Парухаястк продал трюфелей на 900 тысяч долларов, а в 18 лет молодой человек уже контролировал 60 процентов трюфельного рынка в США. Сейчас он планирует вместе с соседом своих родителей пораньше вырастить собственную трюфельную платитацию. Как сделать из 8 долларов в миллион, спросите Эшли Клоу. В 14 лет она начала рисовать девчачьи фоны для страниц на My Spice и выкладывать их на собственный сайт, посещаемость которого быстро достигла одного миллиона в день. Для того, чтобы воплотить мечту в жизнь, девушке пришлось сбросить школу и даже нанять на работу собственную маму, но результат того стоил. К 18 годам Эшли стала долларовым миллионером. Один из самых известных детей миллионеров Фрейзер Дуэртин. В 14 лет он начал продавать джемы, сваренные по рецептам своей бабушки друзьям и знакомым, а в 16 подписал контракт с сетью Waitrose. Это один из самых больших супермаркетов в Великобритании. К 20 годам его личное состояние оценивали в 2 миллиона долларов, а сейчас продукция компании Supergen, как пишет в твиттер сам Фрейзер, продается более чем в тысячи супермаркетов по всему миру. Даниил Мишин – российский бизнес вундеркин. 14 лет он переделал тогда еще новый для России и Украины формат хостела, коммунальную квартиру родителей в Севастополе. Поначалу дела шли туго, не хватало денег. В 16 лет Мишин приехал в Москву и создал сеть Bear Hostels. Когда молодому человеку исполнилось 20, фирма вышла на годовой оборот 2 миллиона долларов. Бизнес 9 лет. Рекорд Кэмерона Джонсона из США. Именно в таком возрасте Джонсон начал рисовать в фотошоп пригласительные открытки на вечеринке родителей. Талантливый мальчик быстро стал получать первые заказы, но на открытках останавливаться не стал. Занялся продажей мягких игрушек на eBay. В 13 Джонсон придумал сервис, который позволяет пересылать электронные письма, не раскрывая личной информации получателя. В 15 он оперировал суммами в сотни тысяч долларов, а в 19 он выручил за очередной свой проект ресурс для продажи ненужных подарочных сертификатов шестизначную цифру. Это сейчас мы не можем представить себе маркетинг без молодежных фокус-групп. А в 1999 году на заре эпохи социальных сетей для компаний такие методы были в новинку. Тогда 14-летний британский подросток Адам Хилдред запустил сайт, через который крупные фирмы, например Кока-Кола, смогли привлечь к своим рекламным компаниям молодежь. В 19 годах Адам Хилдред стал одним из самых богатых подростков в Великобритании с состоянием 2 миллиона фунтов. Примерно 3,7 миллиона долларов. Спасибо всем за просмотр. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!